Здравствуйте! В эфире программа «Азбука потребителя» с вами Мария Бодрова. Сегодня говорим о том, как без проблем получить наследство. Кто может заменить нотариуса в чрезвычайных ситуациях? И что делать, если у завещателя проблемы со здоровьем? Разберемся по буквам. Превращение довольно рутинного процесса вступления в наследство недвижимым имуществом в самую настоящую гражданскую войну с многочисленными жертвами далеко не редкое явление в российских реалиях. Едва ли на просторах нашей страны найдется гражданин, который не мечтал бы о получении хорошего наследства, особенно если это отдельная квартира и частный дом со всеми удобствами. И многие наверняка скажут, что подобное желание имеет все-таки тенденцию воплощаться в жизнь с определенной периодичностью. Завещатель может завещать любое свое имущество любым наследником, при том даже совершенно неважно, являются ли они наследниками по закону и какую очередь они имеют в наследовании. Наследство по завещанию возможно также на любое юридическое лицо. Соответственно, надо говорить о том, что наследование по завещанию настолько универсально, что наследник может завещать любое свое имущество по этому завещанию, в любой части, определить любую долю этого наследственного имущества. Также наследник может завещать то имущество, которое будет у него на момент смерти, о котором он на момент составления завещания даже и не знает. То есть обозначив в завещании то, что все мое имущество на момент смерти, Например, завещаю как будто из наследника. Существует три разновидности составления завещания – закрыто, открыто и чрезвычайно. При написании открытого вида завещания требуется участие нотариуса, либо уполномоченного лица. В этом случае пишется завещание с личной подписью завещателя или уполномоченного лица. Завещание закрытого типа пишется завещателем, но в обязательном порядке требуется присутствие не менее двух свидетелей. После того, как документ будет составлен, его кладут в конверт и его заклеивают, после чего устанавливаются подписи свидетелей. Чрезвычайный тип завещания обладает определенными правилами и составление такого типа документа подразумевает более пристальный контроль. Если завещателю грозит гибель, и он не может воспользоваться услугами нотариуса, либо человека, его заменяющего, то можно написать завещание в простой письменной форме, затем вписать паспортные данные свои и свидетеля, запечатать завещание в присутствии двух свидетелей. Свидетели должны поставить свои подписи. Такое завещание действительно в пределах одного месяца, со дня прекращения чрезвычайных обстоятельств. После этого, если завещатель остался жив и не обратился к нотариусу, оно автоматически теряет силу. В тех ситуациях, когда нет нотариуса поблизости, также приравниваются командиры воинских частей, если мы говорим про людей, находящихся на службе, начальники колонии, если мы говорим про лица, которые находятся в местах лишения свободы. Соответственно, если мы говорим про экспедиции, это начальники экспедиции. Соответственно, если экспедиция базируется на какой-то станции, это начальники этих станций. Бывают случаи, когда прочитать завещание, завещатель не имеет возможности в силу слабого зрения В таком случае нотариус зачитывает содержимое документа вслух А на самом завещании делается пометка о зрительном дефекте завещателя Тойт также отметит, что человек имеет право составить завещание, лишь когда ему позволяет это здоровье Если же в силу каких-то причин завещатель не способен изложить свою волю, написать завещание не удастся Дело в том, что во время составления человек должен находиться в здравом уме и твердой памяти, а также подтвердить правильность написанного Завещание подписывается собственноручно заявителем, но в то же время, если в силу физических каких-то причин В силу определенной инвалидности, например, завещатель не может подписать завещание То он может попросить об этом третье лицо, которое не заинтересовано в этом завещании Осуществить, соответственно, подписание за него Об этом делается, соответственно, отметка в завещании, указывается, какое лицо подписало и его паспортные данные, соответственно Всякое новое завещание автоматически отменяет предыдущее Действительным считается завещание, которое было написано последним, надо смотреть по дате Поэтому не стоит платить дважды за отзыв первого завещания и за составление второго Просто напишите новое завещание и заплатите только за его оформление Мы продолжим обсуждать эту тему в следующих выпусках Смотрите нас в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния»